Практика и тренировки Я не говорю об отдельных способностях, а даю общую характеристику. Любой суперчемпион мотокросса обладает рядом следующих качеств. Темперамент. Характеристика способности к эмоциональной отдаче. Я имею в виду то, как личность реагирует на окружающее обстоятельство. Далее. Отношения. Психологическая позиция или чувство. Которые касаются состояния или факта. Стремление. Сильное продолжительное желание. Насколько вы хотите побеждать. Мотивация. Необходимость или желание, которые заставляют вас действовать. Решительность. Наличие четко поставленной цели. Интеллект. Способность учиться, понимать и действовать в различных ситуациях. Уверенность. Вы должны уметь полагаться на себя и быть уверенным в своих возможностях. Координация. Все ваши действия и движения должны быть слаженными и гармоничными. Равновесие. Способность удерживать устойчивое состояние. Сила. Способность к мощному действию. Выносливость. Способность выполнять тяжелую физическую работу длительное время. Нервы. Способность выдерживать давление и не выходить из душевного равновесия. А также храбрость, агрессивность, отсутствие страха. Наличие всех этих качеств в определенных пропорциях является особенностями настоящего суперчемпиона по мотокроссу. Те, кто обладает этим набором необходимых качеств, должны приложить все свои старания и использовать все способности для достижения успеха. И даже в этом случае предстоит процесс обучения, пробы и ошибки. Все мы разные. Каждый должен найти то, что больше подходит именно для него. Конечно, есть некоторые общие для всех правила. Но каждый должен делать то, что поможет ему добиться наилучшего результата. Чем больше у вас способностей, тем больше шансов стать лучшим. Все зависит от того, сколько вы будете тренироваться. Если слишком много и перетренируетесь, то быстро перегорите. Если у вас достаточно способностей, но отсутствует мотивация, это также не очень здорово. Лучше всего, когда все необходимые качества развиты гармонично. Конечно, очень приятно делать то, что лучше всего получается. Но прежде всего надо работать с достающими элементами. Например, если есть координация, способность к удержанию равновесия, ощущение времени, то из данного мотоцикла будет даваться легче. Но при этом физическая форма может уставать от навыков езды. Наверное, такому спортсмену не нравится заниматься физподготовкой. Он не особо ей себя утруждает. Но если цель направлена заняться тренировками, то он станет еще более хорошим гонщиком. Но будьте осторожны. Если вы слишком сильно хотите стать лучше, а большинство профессионалов хотят именно этого, они почувствовали прогресс в тренировках и перестарались. После определенного промежутка времени, рост результатов перестал быть стабильным. А иногда результаты ихудшались. Во всем необходима гармония. И вы должны ее чувствовать. Вы должны знать, когда перерабатываете. Любой атлет, в том числе гонщик мотокросса, должен представлять себе состояние и происходящие процессы. Что дает результат, что не дает, а что приведет к потерям. И вот еще один важный момент. Как только вам кажется, что вы нашли верный способ, обязательно усомнитесь. Если действует, и вы продолжаете применять этот новый метод в течение нескольких последних месяцев, почему вдруг прекратился прогресс? Почему нет желания заниматься? Почему падают результаты? Если вы молоды и говорите о достижении предела еще рано, то просто все должно меняться. Люди проходят определенные циклы, происходят подъемы и спады. Очень важно развивать ощущение равновесия и знать, что надо сделать, и когда именно. Лучшие гонщики уже изучили себя. Они знают, когда им отдохнуть, когда порадоваться жизни, тренироваться или же ездить. Они знают, как подготовиться психологически. Они не устроят себе слабой тренировочной программы и не будут следовать тренировочной программе, независимо от своего состояния. Хорошая система может работать несколько месяцев, потом настоит время вносить изменения. Когда вы изучили себя, то вам не нужна программа как таковая. Вы просто знаете, что вам делать. Лучшие гонщики всегда уверены в себе и расслаблены в день соревнований. Они могут терпеть стресс, они могут терпеть давление, потому что они любят то, чем занимаются, и в день гонок чувствуют себя превосходно. Если вам кажется, что езда и концентрация вызывают привыкание, подумайте, что вы можете получать удовольствие и одновременно побеждать, не говоря уже о финансовой независимости. Лучшие гонщики уже находятся в определенном ритме побед или же призовых мест. Чем дальше, тем больше сил у них появляется, чтобы продолжать, пока этот ритм не нарушит кто-нибудь еще. Тренировка с полотокроссом нет абсолютно истины. Необходима комбинация, которая будет работать вместе для достижения результата. Не забывайте, что из любого правила бывают исключения. Да, еще деньги. Тоже немаловажный фактор для раскрытия потенциала. Даже местный конкурс потребует некоторых вложений. Вы должны представить себя потенциальным спонсором так, чтобы вы были грамотно сделаны вложения. Если вам приходится работать и обеспечивать себя, то будет очень тяжело. Если вы собираетесь стать профессионалом, то должны полностью посвятить себя этому делу и любить его. Почему? Потому что другие, которые стоят на старте, любят его. Если вы молоды и поднимаетесь вверх, будьте проще, любите это дело. Если у вас есть необходимые данные, то тяжелый труд и еще немного удачи помогут вам достигнуть вершины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!